Это хорошее дело. Мы не имеем права забывать свою историю, людей, кто совершили нашу историю. А наша молодежь должна знать, какие люди жили в нашем городе. В руках у депутата Госдумы красные гвоздики. Это дань памяти Ивана Еловских. Того самого легендарного человека, что первым протянул трубу на волочильном стане Васильева Шайтанского завода. Кстати, и сам стан герой труда собрал своими руками. Так что сказать, что Еловских для Первоуральска фигура культовая, значит почти ничего не сказать. В общем, протянули, как он говорил, что на подсолнечном масле первую на Урале трубу. Это и положило начало трубному производству в стране. Сейчас это мощнейшая индустрия. Ну а начиналось все здесь, в Первоуральске. На открытие мемориальной доски пришли родные Ивана Еловских. А этого момента они ждали очень долго. Поэтому глубоко благодарны тем, кто помог воплотить эту мечту. Вы знаете, даже как это, переполнены эмоциями. Вот прямо переполнены. Мы ждали вообще этого момента, конечно. И тем более, что-то такое... Я не только считаю, что для нас это значимое событие, это значимое событие для всего города, я так считаю. Память должна жить, считает Зелимхан Муцоев. Именно благодаря поддержке депутата Госдумы и стало возможным открыть эту мемориальную доску. Но Иван Еловских не единственный Первоуральец, чье имя удалось увековечить. Нелегкую работу рассказывать о забытых героях взял на себя руководитель Совета ветеранов Александр Слабука. На сегодняшний день, благодаря поддержке Зелимхана Ликоевича, ну сколько, наверное, где-то более 20 в общей сложности, только в городе мы установили мемориальных досок, памятников солдатам Великой Отечественной войны. Борьбу за сохранение памяти ведут не только в Первоуральске. В Дегтярске этот труд взяла на себя Наталья Подъявилова, заместитель председателя местного отделения комитета солдатских матерей. И благодаря депутату Госдумы ее усилия не остались незамеченными. За большой личный вклад в увековечение памяти погибших защитников Отечества наградить медалью за заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества подъявилову Наталью Александровну, министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу. Награда нашла своего героя. Как говорит депутат Госдумы, в Министерстве обороны инициативу поддержали и ответили. Побольше бы таких предложений. Стоит отметить, что патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений работы депутата Госдумы Зелимхана Оликоевича Муцоева. Со временем моего избрания эта работа у нас была самая приоритетная, потому что эту историю надо передавать нынешнему поколению, будущему поколению. И тем более нам есть, что передавать. Мы живем тем, что они заложили.